Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, автора Мерзляк Полонский и Кир, под номером 1260. Какие печатные буквы русского алфавита имеют? По цифре 1 вертикальную оси 3, по цифре 2 горизонтальную оси 3 и по цифре 3 вертикальную и горизонтальную оси симметрии. И вот у нас перед вами алфавит. И мы уже видим, что буква А, первая буква алфавита, она имеет вертикальную ось симметрии. Поэтому давайте мы с вами запишем по цифре 1 и будем проводить оси симметрии. Итак, ну, красиво мы не сможем с вами уже написать буквы, поэтому давайте будем писать так, как умеем. Буква А. Буква В не имеет. Следующая буква. Б тоже не имеет оси симметрии вертикальной. А вот буква Д имеет. Запишем. Буква Д. Буква Е не имеет. А вот буква Ж имеет. З. Мы не сможем ее так перегнуть лист бумаги, чтобы правая и левая сторона совпали. То же самое с И, то же самое с И краткой, то же самое с К. А вот букву Л вполне можем сложить. То же самое касается и буквы М. Н. Букву О. Букву П. Все эти буквы имеют вертикальную оси симметрии. Буква Т. Буква Ф. Буква Х. Буква Ш. И на этом все. Эти буквы, они имеют вертикальную оси симметрии. Давайте мы построим эти оси симметрии. Итак, 12 букв русского алфавита, записанного печатными буквами, имеют вертикальную оси симметрии. По цифре 2 найдем с вами буквы, которые имеют горизонтальную оси симметрии. Итак, буква А не имеет, В не имеет, а вот буква В имеет горизонтальную оси симметрии. Если мы ее сложим по горизонтали, то верхняя и нижняя части этой буквы совпадут. Итак, буква В. То же самое можно провести горизонтальную оси симметрии у буквы Е, у буквы З, у буквы К, у буквы Н, у буквы О, у буквы С. у буквы Х, и у буквы Ю, и у буквы Э. Итак, построим горизонтальную оси симметрии у этих букв. Итак, 10 букв печатных русского алфавита имеют горизонтальную оси симметрии. Ну, а теперь нам очень легко ответить на третий вопрос. Какие буквы имеют и вертикальную, и горизонтальную оси симметрии? У нас эти буквы отмечены и красной оси симметрии вертикальной, и синей горизонтальной. Что же это за буквы? Так, а я забыла еще букву Ж. Итак, не 10, а 11. Букв имеют горизонтальную оси симметрии. Ну, и теперь мы видим буквы, которые имеют обе оси симметрии, и вертикальную, и горизонтальную. Это чуть была не потерянная буква Ж. Это буква Н. Она у нас есть и в первом, и во втором списке. Это у нас буква О. Это у нас буква Х. И на этом, пожалуй, все. Итак, 4 буквы, печатные русского алфавита, имеют вертикальную и горизонтальную оси симметрии. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.